В минувшее воскресенье 26 июня у памятника Ленину, что в сквере на улице социализма, обсуждали и вырабатывали общественное мнение в отношении работы администрации при решении вопросов дорожной деятельности. Как сказала ведущая мероприятие, митинг по дорожной теме уже не первый. Первый состоялся здесь двумя месяцами ранее, 22 апреля. Чтобы собрать на этот раз побольше людей, организаторы потрудились активнее, чем в прошлый раз. В прошлый раз, когда мы собирались 22 апреля, сначала мы обратили внимание, тоже никого не было, а потом все-таки народ стал подтягиваться. В этот раз мы более такую активную работу провели, поэтому будем надеяться. Результат этой активной работы примерно три десятка участников. Именно столько, может быть чуть более, боевлян решили принять участие в выработке мнения. Некоторые из них – это знакомые зрительской аудитории телекомпании «Будь-ТВ-Люди». Они – постоянные участники телепередач выше упомянутого телеканала. И так работа была проведена большая. О митинге медиа-центр сообщил во всех своих СМИ. И даже развесил объявления на автобусных остановках. Вот только не написал в них, кто проводит митинг. Видимо, понадеявшись, что и так понятно. Но ведь не все смотрят «Будь-ТВ». Послушайте фразу. Надо как-то активнее поднимать людей. Возникает вопрос, кому надо и на что поднимать. Об этом, наверное, нужно думать стражам порядка. Забегая вперед, скажем, что на митинге подписывалось обращение к губернатору с требованием выразить недоверие главе города и главе администрации в связи с неудом по их работе. Кто его поставил, остается, кстати, вопросом. Обращение подписывалось на планшете с логотипом ТРК «Будь-ТВ». Так что можно было предположить, что митинг организовала именно телекомпания. Однако за подписями подходили не ее сотрудники, а участники передач по совместительству члены инициативной группы по ремонту дорог в «Будь-ТВ». Согласитесь, на первый взгляд можно было подумать, что телеканал укомплектовал штат. Так или иначе, митинг организовали. Оказывается, звали депутатов городской думы и долго возмущались, что они не пришли. Если вернуться к объявлениям о митинге, то в них не было указано, что на мероприятии ждут депутатов городской думы. Скорее всего, организаторы были уверены, что, несмотря на письменное приглашение, депутаты не придут. Да и кто придет, получив такое? Давайте прочтем приглашение. В нем, кстати, говорилось о сложившемся у Буйского избирателя мнении, что связь народа и его парламентариев обрывается в момент опускания в урну бюллетеня для голосования. Понятно, что мнение это частное, с которым депутаты, особенно опытные, работающие не первый созыв, не могли согласиться. И еще. В приглашениях сказано, что представительный орган попускает вранье власти, законодательной ветвью которой он сам и является. Подобные высказывания, по меньшей мере, несправедливы. Согласитесь, не все примут такое приглашение. Желание пообщаться с инициативной группой возникло только у одного народного избранника, Владимира Шашура. По всему миру существует такая практика, что с отдельными СМИ представители почти всех ветвей власти вообще не общаются. Тут, скорее всего, тоже произошло отождествление телекомпаний и организаторов. Сыграл роль негативный опыт общения депутатов с Буй-ТВ. Но интересно еще и другое. Общение с депутатом на митинге митингующие назвали растерзанием. Конечно, Владимир Викторович, не хочется вас пустить на растерзание, но мне все-таки хочется сюда вас пригласить. Давайте вместе подумаем. Поводом для ДУМ стало простить из-за тавтологии заседание городской думы, на котором 9 июня присутствовали 4 человека инициативной группы, которых интересовал отчет главы администрации по ремонту дорог в Буе. Напомним, что до заседания представительного органа, на которое собираются депутаты, все вопросы тщательно прорабатываются. Вопрос по дорогам – это важный и существенный вопрос. Почему депутаты не задают острых вопросов нашей власти? Вот вы-то как считаете, у нас все хорошо с дорогами? Уважаемые жители города Буе, значит, то, что не задают вопросы, я не согласен с этим. Эта дума состоялась 9 июня была, да, неочередная. Но это про ямочный ремонт рассматривался еще весной, когда начали делать ямочный ремонт. Не знаю, работает, да? Выделили всего 500 тысяч из бюджета на ремонт дорог. Представьте, на весь город – это много или мало? Денежных средств на самом деле в бюджете у нас очень мало, потому что у нас сейчас дефицит бюджета. Вопросы эти еще задавались, как… Ну, не присутствовал никому, но телевидение было, по крайней мере. И по Бультовой, по-моему, проходил репортаж, когда я сам спрашивал у Ральникова, эффективность ямочного ремонта и эффективность заплат. Как мне Ральников пояснил? На самом деле, вот эта машина поливочная, которая заливает мелким шепнем, мастика, он в два раза дешевле того ремонта, который заплатами делается. Ну, по крайней мере, если мне такое сказали, я проверяю, значит, на самом деле. Поэтому, говорит, о том, что вопрос не задаете, я не сказал. Деньги на ремонт получены и распределены. Буявляне уже знают, что в настоящее время капитально ремонтируется участок на улице Октябрьской революции, что у организаторов митинга подвергается резкой критике. Вот на этот участок ушло 8 миллионов. Вот вы говорите, что денег в бюджете нет. У нас Октябрьская революция полностью центральной улицы города. По крайней мере, в первую очередь, я считаю, это капитальный ремонт проводится. Я считаю, что правильно решили, я здесь не соглашусь, Ольга Анатольевна, с вами, отремонтировать капитально данную улицу. Мнение депутата не совпало с мнением присутствовавших, поэтому его стали перебивать, не желая выслушивать до конца. Разногласия чуть было не сорвали весь процесс выработки общественного мнения. Срывать, правда, было нечего, потому что это мнение было уже выработано. Это мнение инициативной группы. Но справедливости ради скажем, что, поспорив, мнение все-таки продолжили вырабатывать. Кто конкретно первый предложил, чтобы эти 8 миллионов закопать в этот участок? Где-то хороший. Ведь мы, Владимир Викторович, обратите внимание. Подождите, не прибивайте. Смотрите, ведь этот участок ремонтируется капитально. Ну, сейчас есть средства. Его отремонтировать, он будет сколько стоять? Следующее, ну, чем выполнять ямочный ремонт? Наверное, лучше капитально ремонтировать, хотя бы, чтобы по некоторым, несколько метров. Ливневки здесь не было. Ну, что? Вода не работает. Ну, что вы говорите? Вода, это другое, когда не стояло. Вода здесь. Сейчас делают капитально эту улицу. Она сколько простоит здесь? Хотя бы на третьего интернационала там проехать вообще невозможно. Ну, не надо вводить в заблуждение. Третья интернационала также будет ремонтироваться, насколько я знаю. Подождите. Ну, выделены денежные средства. У вас вопросы, вот вы задаете что-то? Реплики какие-то идут. Ну, я, например, с сентября, ну ладно, с октября где-то мы начали работать с прошлого года. Хоть один гражданин пришел на прием к депутату. Согласен. Не приходит. Никого нет? Это правильно. Это правильно. Вот, не, вы сейчас задаете вопрос, а вот пришли бы раньше, знаете про депутаты города. Инициативную группу не устраивает то, что ее нет в составе рабочей группы по контролю за ремонтом дорог, в состав которой тоже входит общественность. Организаторы попросили депутата открыть им информацию по составу городского общественного совета, представители которого, наряду со специалистами-дорожниками, будут контролировать ход и качество ремонтных работ. Информация эта, кстати, никогда не была закрытой. О новом составе городского общественного совета было сказано в городских СМИ. Видимо, не в тех, которые читают и смотрят участники митинга. Эта информация собравшихся заинтересовала только сейчас. Первое организационное заседание городского общественного совета в новом составе состоялось 12 февраля этого года. В нем 15 человек. Кто они, можно узнать из репортажа нашего телеканала от 18 февраля. Далее, если говорить коротко, то речь зашла о новой практике работы депутатов с населением. Каждый раз после заседания Думы проводить встречи с избирателями в своих округах и доводить до их сведения, что принято. А о том, что решения Думы публикуются на страницах официального печатного органа в газете «Буйская правда» как-то забылось. Информация о том, что происходит в Думе, какие решения принимаются, они публикуются все. Да что там публикуются? Буйскую правду многие не выписывают. У многих нет этого интернета, понимаете? Экспертиза ямочного ремонта, которую провел Кострома Автодор, поставлена под сомнение. Кострома Автодор провел экспертизу этого ямочного ремонта. И я была удивлена, очень удивлена, когда услышала, что экспертиза-то хорошая. Как уже говорилось ранее, инициативная группа присутствовала на заседании Городской Думы 9 июня. Несмотря на то, что визит не был заявлен в плане работы, группе из четырех человек дали высказаться. В рабочем порядке решить вопрос у группы не получается. Это они признали на Думе, поэтому и пришли на заседание. По словам представителей группы, ни Дума, ни администрация, ни городской общественный совет общаться ни в рабочем, ни в каком-либо другом порядке с ними не желают. На верной группе нужно задать вопрос самим же себе. Отвечая на него, не нужно ни Америку открывать, ни велосипед изобретать. Все, видимо, в простой психологии и умении слушать других. Вот пример обращения представителя группы. Вы-то что хоть выступаете, сидите? Депутаты Думы – это работающие люди, планирующие свой рабочий день. Заседание Думы – это время для принятия решений. Все остальное – обсуждения, споры, острые вопросы – остаются, что называется, за кадром. Рациональное распределение времени никто не отменял. Кроме этого, на Думу были приглашены представители городского общественного совета. И, смеем заметить, не для того, чтобы слушать инициативных граждан. Реплика вслед, кстати, не от депутата, последовала потому, что группу несколько раз безуспешно призывали к конструктивному разговору. Этот момент решил прокомментировать на митинге, где вырабатывалось общественное мнение член группы, который на Думе не присутствовал. В след и вместе с инициативной группой все засмеялись, затопали ногами и захлопали в ладоши. Сатанизм настоящий, а не Дума. Вот это есть наша Дума, администрация и все там сидящие. Как вам такое, уважаемые буявляне? Это уже оскорбление не только в адрес Думы, но и всех избирателей, кто эту Думу выбирает. Сказано не в узком кругу, а на улице города. Принародно. В ходе выработки мнения о дорогах, мнения насчет присутствия депутатов на митинге разделились. Да и мы, наверное, не больно им и рады, чтобы они сюда пришли, эти депутаты. Вернемся к Думскому заседанию. На митинге приводятся слова Игоря Ральникова. Игорь Александрович сказал, что у нас все хорошо. Таких слов, по крайней мере, в отношении хозяйственных вопросов в городе, на стадии их решения, глава администрации никогда не говорит. Дальше организаторы сетуют. И обратите внимание, что толку, что мы пишем письма в прокуратуру. Толк, кстати, есть. Например, с понтонным мостом. Всем известная история с жалобой инициативных граждан в природоохранную прокуратуру. Понтонная переправа на Стрелке много лет назад, еще при старой власти, была установлена без документов. И простояла бы еще и дальше, если бы не проверка по инициативе некоторых буевлян. На митинге вспомнили про понтонный мост, но с обвинением в адрес администрации, что его теперь нет в Буе. Смотрите, вы даже переправу утопили. Бонтонный мост. Это же надо. Обратите внимание, никто этого высказывания не опроверг. А ведь говорят, что вранья не любят. Слово на митинге держал и депутат прошлого созыва Думы. Он поставил диагноз происходящему в городе и в области. Системный паралич. Констатировал, что молодежь уезжает из города. Но разве плохо, что более 90% выпускников наших школ поступают в престижные вузы страны и после их окончания устраиваются на работу в больших городах. Вел речь и об открытии новых производств, и создании новых рабочих мест, зная при этом ситуацию по стране в целом и о возможности города в частности. Выступали и другие участники митинга, для которых эта площадка уже привычна. Новых ораторов не было. Организаторам, наверное, нужно было быть поточнее в формулировке объявлений о мероприятии и писать в них не выработку мнения, а заслушивание мнения по такому-то вопросу. Так или иначе, митинг состоялся. Город в соответствии с заявкой организаторов никогда не препятствует тем, кто желает высказать, вернее, выработать мнение где-нибудь на городской территории.